Привет всем! Сегодня я направляюсь в деревню Пятая Гора. Друзья мои, ну опять не доехал я. Друзья, всем привет! В этом ролике вы увидите все то, что не вошло в два предыдущих ролика, которые я снял еще 29 марта, перед самым началом карантина. В тот день мы направились в деревню Пятая Гора. И первый ролик с четырьмя достопримечательностями, которые нам попались на этом пути, я выкладывал еще перед 9 мая, посвященном был 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И ссылочка, кстати, вот вверху. В нем вы можете посмотреть такие достопримечательности, как памятник Абруровцам на Киевском шоссе, также башня Инка, место подвига епажа танка Зиновия Колобанова и мемориал Борницкий рубеж, который посвящен подвигу 2-го батальона курсантов Новопетергофского пограничного училища. Во второй ролик вошли такие достопримечательности Ленинградской области, как заброшенный завод Горн, руины церкви Свято-Троицкой, деревни Пятая Гора, это она же Петербургский Парфенон, исток реки Хоридиш, ссылочка, кстати, тоже на этот ролик, тоже вверху, ну и также Пятагорский женский монастырь в Курковицах. Но в эти два видеоролика не вошло еще одно место. Это окрестности усадьбы Елизаветина. Причем названа эта усадьба была не в честь Елизаветы Петровны, как можно было бы подумать, а в честь княгини Елизаветы Исперна Трубецкой. Дело в том, что до этой поездки, осуществлении даже данной усадьбы, я даже не подозревал, и обнаружена она была совершенно случайно при анализе окружающей местности в навигаторе. Именно поэтому все, что было тогда снято, из-за того, что спонтанно получилось скомканно, скажем так, и даже я это видео, в принципе, изначально не планировал выкладывать. Тем не менее, историю этой усадьбы я попытался рассказать, но весь рассказ проходит на фоне хозпостроек, потому что в сам господский дом попасть так и не удалось. Дело в том, что он уже был закрыт на карантин, и, соответственно, сейчас, наверное, экскурсия работает, я не знаю, и, в принципе, в дальнейшем я планирую попасть. Однако удалось снять руины Свято-Владимирского храма, который находится с внешней стороны забора. Дело в том, что при реконструкции вот этой самой усадьбы этот храм, его ввиду плачевного состояния решили не восстанавливать. Наибольшее повреждение и сам господский дом, и данный храм получили во время Великой Отечественной войны. Дело в том, что и подвиг курсантов Новоперевского училища, и подвиг Колобанова, все это входило в один рубеж обороны. То есть это 1941 год, это Борницкий рубеж, это как раз вторая половина августа 1941 года. В общем, смотрите, надеюсь, видео вам понравится. Делитесь этим видео в своих соцсетях, оставляйте комментарии под видео. А после видео еще я такой оставил, маленький моментик, чтобы вы понимали, как тяжело рассказывать про объект, про который сам до того, как туда приехал, ничего не знал. Смотрим. Опять у меня на маршруте остановка, потому что совершенно случайно я напоролся на развалины усадьбы Елизаветина, где они Дылицы. В 1762 году через подставное лицо Екатерина II приобрела эту усадьбу для своего коммергимера Шкурина. Он ее в свое время сильно выручил, когда забрал ее ребенка и воспитал как родного со своими. Обалдеть. Ну, знаете, да, что у нее был сын, не от мужа, Алексей Бобринский. Вроде как, ну, по легенде, назвали его Бобринским, да, фамилию, потому что завернули младенца в бобровую шкуру. К тому времени на этом месте располагалась небольшая деревянная усадьба. Ну, и Шкурин сразу же приступил к строительству каменной церкви. Ее развалины мы тоже найдем. Ну, и одновременно со строительством каменной церкви начали строить и господский дом. Потомки Шкурина, сделавшего блестящую карьеру от придворного истопника до коммергера и тайного советника, ничего в усадьбе не меняли. А преобразования начались через сто лет, когда имение в 1852 году приобрела княгиня Елизавета Эспервана Турбецкая, урожденная княжня Белосельская-Белозерская. Архитектор Бассе выстроил на месте старого новый каменный одноэтажный дом, в котором тонко имитировал елизаветинский стиль. И дом долго считали постройкой XVIII века. Короче, судя по всему, это или хоз постройки, или непонятно, что это. Надо будет почитать. А сама усадьба находится вон там, за забором. И попасть в то сегодня не представляется возможным. Но зато с этой стороны забора внешне есть вот такая вот церковь. В саму усадьбу я обязательно приеду на экскурсию. Уже я по телефону связался с руководством и обещали туда пустить. В 1762 году Екатерина II подарила усадьбу, которая на данном была деревянной, своему камердимеру Шкурину. Так, а тут табличка, кстати. Свято-Владимирский храм. Архитектор Чевакинский построен по печеньям гордомейстера Екатерины Василия Григорьевича Шкурина в 1766 году. Это место ожесточенного боя 2-го батальона курсантов Нововетергофского пограничного училища с 8-й танковой дивизии 18 августа 1941 года. Обалдеть! И на лицовом фасаде передней части этой церкви вот видите, видны следы от пуль тоже. Ну, вот про ожесточенные бои я уже прочитал. Обалдеть! Нет! Что-то дальше даже идти опасно, честно говоря. Видите, крыша рухнула. В 19-м веке церковь постоянно ремонтировали и она стала усыпальницей князей Трубецких. Ну, да, тут венки пикона стоит. Обалдеть! Ну, я все-таки рискнул потихонечку пройти. купола уже нет. Ну, храм был очень красивый. тут крест стоит слот такой. Ну, конечно, трещины. В безопасном состоянии это все. Поэтому будем выходить наружу. да, в Лумиаваре кирхота получше сохранилась. Ой, доступ запрещен. Я не видел, я не знал. Там были гранитные, полированные, черные плиты. Там граф Трубецкой был, была нацика, мальчишки не видели. А, так я вот прочитал, что тут находится, ну, здесь, в этой церкви, была усыпальница князей Трубецких. Вот. Вот это, вот это кладбище. А там остались? Все плиты уже поразворовали. Поразворовали, Да. В начале 70-х, когда мы с мальчишками сюда на великах ездили, тут еще все было. Тогда еще такие крупенчие люди. А вы из местных жителей, да? Просто тут был детский сад, который от предприятия. мы здесь летом отдыхали. Понятно. И потом мы каждый год здесь проводили. Николай, Александр. Очень приятно. Ну, что я на камеру снимаю? Пожалуйста. И еще в 70-е годы. То есть, у вас тут детство прошло, да? Да, все детство прошло. И в 70-е годы еще этот купол был цел, щелил, провалившись. И вот он, весь кучей обвалился вниз. Так вот, тут, честно говоря, даже как-то проходить страшно. Обвалился, может и дальше пойти. Это все тоже может обвалиться в любой момент. Ну, да. Хоть и говорят, что раньше строили, но бесхозное все равно оно не может так долго оставаться без хозяина. Так вот, на входе бирка, вот эта табличка, что здесь ожесточенные бои были. Здесь оборону кто держал в этом храме? Нет? Про это только такие легенды, рассказывали. В 41-м году. Ну, вообще, конечно, 1766-й год постройки, да? Обалдеть. это местное достопримечательство, если непонятно будет кто-то к этому прикладывать руку, потому что... Ну, тут уже такое состояние, что, я думаю, вряд ли. Вряд ли. Денег тут очень много нужно вкладывать. конечно. А так, конечно, видно, что храм был очень красивый. А вот за забором это усадьба. А вот мы сейчас телефончик там увидели и созвонились уже и говорят, что можно будет через недельку приехать. Мы тоже видели, что можно, пожалуйста, 600 рублей экскурсии сказали полтора часа. Там даже можно и снимать апартаменты на сутки, на двое. Мы вообще совершенно случайно мимо проезжали. Мы не знаем, что такое судьба здесь есть. Мы еще ехали в деревню Пятая Гора. Вот там много достопримечательностей тоже всяких. Тоже посмотреть погулять. А дорогу видели, которая внизу булыжная? да, да, да. Она еще с тех времен ведь осталась. А вот когда вы проезжали сюда выжить с той стороны ехали, эти постройки такие, это бывшие графские конюшни. А, да, да, с той стороны. Да, но видно, они же из этого из-за свеснякового камня сложены и до сих пор стоят. Ну, вернее, остались только стены. Вот, да, а вот там получается конюшни как бы ну, как две сделаны, буквой П, а с левой еще какие-то развалины. Так это тоже они же. Это тоже они же. По крайней мере, видно по стилю, как мне как все это сложно, что это тоже относится к тому времени. Ну, просто я подумал, что это какой-то тоже там какая-то церковь небольшая, может, часовинка была. сами конюшни буквой П, а вот слева небольшое такое здание. Скорее, какие-то хозяйственные подстройки были. Ну, Ну, ладно, спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Поехать только, наверное, через Кикерина нужно объезжаться. Да мы по навигатору разберемся. Потому что раньше мы проезжали можно и через лес, сейчас, наверное, завязанность скорее всего получится. даже мы, наверное, с полным природом не рискнем. Не-не-не, мы по асфальтовой дороге объедем, конечно, мы через лес не поедем. Ну, вот, интересный собеседник попался. Так, А вот в эту сторону, нам местный житель подсказал, были могилы князей Трубецких. Здесь лежали гранитные плиты с именами, фамилиями усопших. Но, правда, он сразу предупредил, что их уже не осталось, что их все кто-то забрал. Понятно, потому что они представляют, конечно, историческую ценность. Тем не менее, я просто должен пройтись и посмотреть, убедиться сам лично, что здесь больше ничего интересного нет. Церковь, кстати, эту в 70-х годах вроде бы хотели реставрировать, но, до этого так и не дошло. Ну, в общем, более ничего интересного я здесь не нашел. Ладно, едем дальше. К тому времени, на этом месте была небольшая деревянная усадьба с господственными... С господственными... С господственными... С господственными... С господственными...